Всем привет! Историю задания для Гайбраша можно начать на любом форпосте. Для этого подходим к шатру и втыкаем кинжал в книгу. Ждём, когда пройдут диалоги, в это время можно возвращаться на корабль. Спустя пару минут появляется портал. Вы его увидите, плывём в него и у нас начинается история. После портала оказываемся в проклятом море. На корабле начинается сцена с героями этих морей, и это никак не влияет на достижение. Ждём, когда корабль пойдёт в свободное плавание, и в момент появления острова нужно плыть на огни. Паркуемся у пирса и видим всё тот же бар, что в первой части. Нам нужно вовнутрь и проходим до самого конца бара. Подходим к повару, разговариваем, тот нас увольняет и получаем первое достижение. Выходим из бара и идём на главную улицу. Дверь будет справа, там сидит Карина. Подойдите к ней, чтобы начать дальнейшие задания. После диалога с ней возвращаемся в бар к трём пиратам, которые расскажут о трёх заданиях. Возвращаемся вновь к Карине и передаём ей эту информацию. На этом беготня от Карины до бара заканчивается. Далее выходим от Карины и поворачиваем направо. Идём до вывески шоп. Заходим вовнутрь, там стоит дедушка. С ним нужно поговорить после его приветствия. Выбрав последний диалог про кредит, он выдаёт кредитный лист, на котором нужна подпись Гайбрыша. Выходим из магазина и поворачиваем налево. В углу дома стоит торговец, вот нам к нему. Вызываем диалоговое окно и выбираем последний вариант. Он скажет, что задание у него можно купить за карту. Теперь идём в дом губернатора. Как войдёте, ориентируйтесь на лестницу. Слева и справа неё находятся книги. Их можно вытягивать. Нам нужна книга про Личака. Когда её увидим, нажимаем, чтобы скинуть. Книга падает на пол, и из неё выпадает карта, которая нам нужна. Поднимаемся к Гайбрышу, который спит за столом. Нам нужно его обокрасть и вытянуть ключ. У двери, в которую входили, стоит сундук. Открываем его и достаём чернильницу. Ставим её на стол Гайбрыша. Поворачиваемся назад и берём с маленького столика перо. Это перо кладём также на стол. Достаем кредитный лист через круговое меню и кидаем на стол. Взаимодействуем. Персонаж подделывает подпись Гайбрыша. Забираем кредитный лист и возвращаемся в магазин. Отдаём дедушке и тот предлагает свой товар. Забираем слева от него саблю. На стене висит ящик. Ставим эту саблю в слот для оружия. Поднимаемся на второй этаж магазина и забираем резинового цыплёнка. Выходим из магазина и бежим к торговцу. Из кругового меню достаем карту и отдаём. Взамен мы можем взять свиток заданий. Возвращаемся к Арине и разговариваем. Она начинает варить зелье. Забираем зелье. И далее бежим на самый верх горы. Ориентир будет бар. От него по тропинке на самую вершину. Когда добираемся, видим костёр. В него выливаем зелье. Начинается магия, после которой открывается новая локация острова. Мы это поймём по магической волне от костра. Свечи загораются зелёным и идём к утёсу с видом на цирк. За это получаем достижение. От утёса повернём направо и спустимся по горному спуску. По правой руку чуть ниже увидим зиплайн. Цепляемся за него и с ветерком добираемся в самый низ. Приземляемся и поворачиваемся назад. Увидим мост, а слева рычаг. Дёргаем за него, тем самым опустим мост. После прохода через мост слева увидим сломанную тележку. На ней первый дневник. Не спешите уходить, если развернуться от этой тележки назад. Есть ещё достижение, это первый мемуар Гайброша. Садимся на бочку и слушаем историю. Далее, если смотреть на тележку, бежим на север по тропинке. Справа будет забор, а слева деревянные строительные леса. Поднимаемся по лестнице деревянных лесов. На предпоследнем уступе второй дневник. Спускаемся вниз и повернём налево по тропинке. Смотря на правую сторону, заметим призрак Гайброша. Нам нужно следовать за ним. Проходим в лес, первый поворот направо. Переходим бревенчатый мост и видим опять призрака. Где остановился призрак, от него налево и прямо по тропинке. Дальше по главной до второго бревенчатого моста. После моста до жёлтых цветов и направо. Опять призрак. Останавливаемся на его месте. Повернём налево, идём до факела и опять налево. Замечаем призрака Гайброша, который кидает землю лопатой. Там где он копал, выкапываем сундук. Открываем сундук и берём указания. Поворачиваемся к факелу, около него камень. Это достижение. Любуемся видом и слушаем историю. Идём справа от факела, останавливаемся перед рощей жёлтых цветов. Поворачиваем налево, на луну. Идём прямо, услышим смех личака в тупике. Слева от тупика третий дневник. Повернёмся к тупику и прыгаем в воду. Проплываем направо по реке. Доплываем до конца, направо, увидим скалы, от них налево. Идём по главной и первый поворот налево. Выходим к деревянной постройке. От деревянной постройки направо до фонаря. От фонаря направо. Доходим до пугала на земле по левую сторону дороги. Смотря на кинжалы, понимаем, что они указывают путь. Идём по их направлению. Доходим до деревянной повозки справа по тропинке. От повозки чуть левее идём между деревьями. Спускаемся с холма от дробатского лагеря. В лагере лежит удочка. Копаем у её основания. Выкапываем сундук, открываем и достаём указания. Поднимаемся обратно к сухим деревьям. А деревьев налево и идём по главной. Бежим и замечаем мост. Нам дальше пока не увидим дерево с фонарём. Пробегаем дальше по тропе. Бежать придётся долго, замечаем лес. Между деревьями лагерь. От лагеря видны огни. Идём к огням, доходя до столба с фонарём. От столба повернём направо и увидим большое дерево. Нам нужно к дереву. На нём вырезано сердце. Копаем около него и выкапываем ещё дерево. Один сундук. Забираем новые указания. Поворачиваемся к деревянной постройке от дерева. Пробегаем через неё на тропинку. Долго бежим вверх, ориентиром будет забор. Видим фонари, нам к ним. На фонаре есть диплайн. Пересекаем на диплайне воду до избы. Бежим вниз по склону, где корабли. Пробегаем это место дальше по тропе. Пробегаем уже известный нам мост. Замечаем разбитую тележку там, где дневник. От тележки повернёмся направо и увидим туннель, в котором факел. Нам нужно туда прям к факелу. В этом месте выкапываем золотой сундук. В сундуке легендарный трофей, который нужно отдать Карине. Она сама появится, чтобы ей передать этот трофей. Возвращаемся к кораблям и офису Стэна. Перед офисом стоит бочка с мемуарами. Садимся и получаем достижения за рассказ Гайберша. Чуть правее лодка с бочкой Грога. На бочке поменьше четвёртый дневник. Прочитав дневник, надо подойти к Стэну. После его диалога подходим к вывеске у лодки с Грогом. Нужно взаимодействовать, чтобы Стэн начал историю о ней. Также у него спрашиваем о каждом корабле, подходя к вывескам. После всех историй Стэн подойдёт к магазину. Взаимодействуем и выбираем последний вариант. Когда договорит, повторим, выбрав опять последний вариант. Он начнёт рассказывать другую историю. Нам нужно обратно к зиплайну для достижения. Бежим туда, где дерево с вырезанным сердцем. Неподалёку увидим вывеску в виде стрелы с лампочками. Около вывески ещё один мемуар. Слушаем рассказ и продвигаемся дальше. Встаём, пора лететь на зиплайне на следующую локацию. Залетаем на остров через воду и идём к дому. Открываем дверь. Внутри пират. Мясной крюк. Он начинает сам с вами диалог. После его истории взаимодействуем и выбираем последний вариант. Слева от него висит клетка. Он в неё металл сабля. Убираем все сабли из клетки и по бокам. Выходим из дома. Сзади лежат доски. Берём их все. Возвращаемся и чиним клетку этого зверя. После починки замечаем отсутствие рычага. Его нужно тоже починить. Для этого выходим из дома и повернём направо. Перед нами лес. Нам в глубину до молодого дерева. Отламываем ветку. Это будет наш рычаг. Прибегаем обратно и чиним рычаг. Всё готово. Дальше нужно найти в доме смазку. Есть несколько мест. В маленькой комнатке. В разных ящиках. Либо на втором этаже. Находим смазку и отдаём ему. Далее он говорит, что нужна песня для поимки зверя. Она находится на втором этаже. На его кровати под подушкой. Вернёмся опять в лес. Проходим сквозь него до обрыва. Поднимаемся по скалам и увидим тень зверя. Этот зверь одичал и может быть очень опасен. Достаем балалайку и начинаем просто играть. Зверь сам к вам спустится, вызвав улыбку и смех. Берём его на руки и левой кнопкой мыши гладим. Погладить нужно раза три. Получаем достижение. Возвращаемся с попугаем домой и сажаем его в клетку. Честно, мне его жалко. Думаю, вам тоже. Опускаем рычаг и клетка захлопывается. После диалога с мясным крюком, повернёмся назад и сядем на бочонок. Для получения достижения за мемуар Гайброша. По заданию возвращаемся к Стэну. Поговорим с ним и выберем последний вариант диалога. Он подойдёт к обсидиану. Нужно расспросить о пушке, штурвале и шпиле. После рассказа узнать про шкаф. Он залезет в шкаф и закроет двери. Нужно закрыть защёлку, после его реплик начать толкать шкаф. Толкаем до падения в воду. Получаем достижение. Идём к его офису. Берём сбоку ключ и открываем его. На столе лежит книга. Листаем в самый конец. Там будет шифр сейфа. Он несложный, открывается с первого раза. Открываем, забираем идола. Выходим из офиса, появляется Карина. Отдаём ей идола. Получаем достижение. Смотря на офис Стэна, налево и по тропинке вверх. У строительных лесов и вывески остановимся. Нам дальше за эту вывеску по тропинке. На горизонте видим палатки цирка. Нам туда. Чуть впереди будет камень. Очередные мемуары. Садимся и слушаем. Продолжаем идти по тропинке к палаткам. Видим призрака Гайбраша. Идём туда вовнутрь. Внутри два брата акробата. Подходим к ним. После их разговора поговорить с усатым акробатом. Далее поговорить со вторым. Выбрать первый вариант. Зачем тебе костюм? После диалога налево и берём костюм с деревянной платформы. Возвращаемся к братьям и переодеваемся в сундуке. Далее подходим к пушке и выравниваем её. Примерно за сантиметр до основания второго кольца. Выстреливаемся и попадаем в бассейн. Дальше подходим к братьям и как будем готовы позвонить в колокольчик. Поднимаемся по лестнице справа от них. Проходим по натянутому канату и бремчим в колокольчик. Прыгаем по платформам до колокольчика, дёргаем его. Прыгаем на зиплайн, спускаемся к пушке. Выстреливаемся и попадаем в бассейн. Если всё сделал быстро, получаешь достижение. Нужное время менее 25 секунд. На доске пишут лучшее время прохождения. Поговорим с Биллом. Они дадут 404 песо. Возвращаемся к пушке. Рядом красная бочка. Это опять же мемуар. Садимся, слушаем и получаем достижение. Нужно вернуться к офису Стэна. Подойти к бочке и закинуть туда монетки. И получаем бутылку. Купили грок. Самое время выпить. И это достижение. От галеонов поднимаемся вверх к дому. Перед домом одинокий камень. Чернильница. Это очередной мемуар. Наше достижение. Испытание сабилиста. Саблю можно взять сзади дома в ящике. Если готов, стучи в дверь дома. Капитан откроет дверь, с ним надо поговорить. Далее ему нужно заплатить, чтобы тренироваться. Тренировка саблей с оскорблениями. Капитан учит оскорблять, выбираем любые реплики. По завершении он даст карту, где можно найти бои. А в углу его дома куриная клетка. Это наш следующий мемуар. Садимся, слушаем и получаем достижение. После мы изучили малое количество оскорблений и реплик. Бежим из дома к зиплайну и летим на другой край острова. Как только спустимся с зиплайна, в кустах появится мюрый. Поговорить с мюрой им это последний вариант диалога. Тут у нас начинается первый бой. Далее открываем карту и смотрим, где проходят бои. Обозначение в виде фонарного столба. Возле таких фонарей выпрыгивает мюрый и можно начать битву. Нам нужно выучить 20 оскорблений. Вы всегда можете контролировать их количество. Нажав таб, журнал пирата, репутация Тейлтейлы. Не бойтесь проиграть, нам нужно будет много траться, чтобы выучить всё. Новые реплики появляются кружком в диалоге. Как только мы набираем 20 реплик, получаем достижение. На этом моменте мюрый с нами поговорит и добавит страницу в дневнике заданий. Далее нужно добраться до рощи жёлтых цветов. Как только мы добрались до них, нужно повернуть по тропинке на луну. Видим вывеску у тупика, заходим за неё и нажимаем. Брёвну поднимаются вверх, создав мост. Проходим дальше через мост по тропинке. Доходим до дома на вершине, там драка. Нужно сразиться с Рипси, его нельзя оскорблять, только реплики. После победы над Рипси забираем медальон. Появится Карина, отдаём ей медальон. Позади мостика с видом на дом каменный выступ. Это 10-й мемуар, слушаем историю и получаем достижение. Выбегаем из леса от деревянной повозки направо к столбу посередине. От столба налево к особняку губернатора. При спуске вниз у маленького камня в проёме 5-й дневник. Отправляемся к Карине, она начинает варить зелье для Гайброша. Забираем зелье, бежим в особняк губернатора. Даём Гайброшу зелье. Для завершения отправляемся на корабле к зелёному порталу. Вот так и закончилась эта история. Гайброш пообещал связаться как придёт в себя. Надеюсь ролик информативный и не вызовет сложности в прохождении. Не забывай про лайк на канале, множество роликов по море воров, можешь ещё глянуть интересующий контент. На связи как всегда Мурма, увидимся в море, пока-пока.